Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Снова возвращаемся на финансовые площадки, чтобы оценить ситуацию, которая сложилась фундаментального характера за прошлую торговую сессию. Сегодня мы начинаем брифинг с очень хорошим настроением, поскольку мы видим, как продолжает снижаться нефть и хорошо. Мы видим, как рубль вроде бы как начал уже демонстрировать противотягу и, соответственно, терять против доллара. Мы видели, как фунт добрался до нашей цели. Евро-доллар практически приблизился к ожидаемой поддержке 1.10. USDCAD ушел снова выше 1.30. Пока все складывается так, как нам бы хотелось, чтобы их складывалось на финансовых рынках. Но, учитывая то, что сейчас рынок продолжает резонировать от Brexit, волатильность остается, безусловно, повышенной. Все может измениться в любой момент. Но будем надеяться, что впереди у нас только более высокие профитные ориентиры. Начнем, давайте, традиционно, с динамики Brent, в частности, к лосс вчерашнего дня 48.20. Сейчас актив торгуется еще ниже 47.92. Давление на нефти сохраняется. И если мы посмотрим на общее отношение к рисковым инструментам в рамках вчерашней торговой сессии, то поймем, что, в принципе, этот актив, эти активы скидывали. И нефть, будучи одним из рисковых инструментов, также оказалась в числе аутсайдеров. Я думаю, что одной из причин, по которой больше, скажем, интересы трейдеры проявили в защите, стали сообщения, точнее, даже действия многих фондов недвижимости Англии, которые приостановили торги недвижимостью по причине резкого, я бы даже сказал, катастрофического оттока капиталов. Другими словами, Brexit, который рассматривался как серьезный фактор политико-экономической нестабильности, он начал проявлять себя. И то, что мы видели по британцу вчера, я думаю, что это только начало. Общее отношение к риску сейчас будет оставлять желать лучшего, поскольку мировая экономика начинает дисконтировать те угрозы для финансовой стабильности, о которой мы говорили ранее. И если уж детально разобрать ситуацию, в целом ничего интересного еще не произошло. Я думаю, что дальше будет только хуже, поскольку впереди у нас статистика, которая будет как раз отражать в цифрах ту действительность, в которой приходится уже существовать ЕС и, соответственно, английской экономике. Для энергоресурсов факт выхода Англии из состава ЕС и Европейского интеграционного союза, развал ЕС потенциальный, это серьезная предпосылка полагает то, что мировая экономика продолжит демонстрировать понижательный темп экономического роста, что в целом скажется и на спросе на энергосырье. Вы помните, что от этого фактора мы с вами отталкивались, как от локально-основного, пытаясь определить возможное ослабление нефти сейчас, он себя проявляет. Второй момент, на который, я думаю, нужно было обратить внимание, это статистика по США, важный отчет для сырьевых товаров, промышленное производство, которое просело на 1%, против прошлого роста на 1,8%, что в целом отразилось на слабости американца, но здесь мы делаем вывод больше о слабости всего сектора, что может привести к дополнительному снижению спроса. Ну и третий фактор, который сейчас поддерживает ПКОВ, я думаю, что он останется также определяющим, это все-таки рост количества платформ в рамках американской экономики, активизации сланцевого обурения, что может добавить к уже пересмотренным за прошлую неделю платформам, вы знаете, что их число сейчас составляет 341, еще несколько штук, что повышает вероятность роста предложения со стороны США, и, соответственно, снова меняет расстановку сил, точнее даже баланс между спросом и предложением на рынке. Из локальных факторов поддержки, которые сейчас стоит иметь в виду, это запасы нефти США. Вчера, вот, кстати, я оговорился, отметив то, что у нас традиционно АПИ во вторник, ну это обычно так, действительно, но поскольку в понедельник в США был день независимости, праздник, традиционно все отчеты едут на сутки, поэтому АПИ у нас сегодня, Минэнерго, соответственно, спустя сутки, то есть завтра. Если допустить, что трейдеры будут также активно реагировать на статистику по запасам, есть вероятность увидеть повышательную динамику нефти, поскольку в позапрошлой неделе мы видели именно такую реакцию. Но я все-таки продолжаю оперировать тем осознанием, что спрос на нефть, соответственно, сокращение запасов нефти США, сейчас является лишь сезонным проявлением того, что повышается спрос на топливо и, соответственно, на сырье. Поэтому на эту статистику в летний период особо не нужно игнорировать и остается надеяться то, что наконец-таки трейдеры осознали весь тот фундамент, который и предопределяет возможность снижения Brent и WTI. Российская валюта 64,57. Честно признаться, после того серьезного ослабления нефти, которые мы наблюдали в последние две торговые сессии, сейчас мы находимся на минимумах середины июня. Если пробьем эту отметку, то есть 47 долларов за баррель, пойдем к уже многонедельным минимумам. И я допускаю, что для последующей коррекции это будет только начало. Даже с учетом текущих котировок, полагаю, что пара доллар-рубль, точнее, американец, недооценен рубля на полтора. То есть справедливая котировка могла бы сейчас уже находиться в районе 66. Может быть, трейдеры поспешат отыграть это до конца недели, то, что тренд серьезный, выраженный, пусть и локального характера. Но мы констатируем тот факт, что Brent продолжает снижаться. И если так и произойдет, тогда на рубль снова будет оказано серьезное давление, и мы сможем оказаться недалеко от отметки 66 рублей против доллара. Я снова призываю вас к тому, чтобы вы рассматривали возможности для длинных сделок, потому что рубль, собственно, так же, как и многие другие рисковые инструменты, остается аутсайдером. Но в отличие от прошлых, рубль еще будет страдать от потенциальной слабости нефти. Европейская валюта против доллара. Сейчас торгуется на отметке 1.1052, но мы видим то, что евро претендует на пробой поддержки 1.10. В рамках вчерашней торговой сессии снова вышел целый блок макроэкономических данных по еврозоне и Германии, в частности, индексы деловой активности в сфере услуг. По Германии рост 53.7 с 53.2, по еврозоне 52.8 с 52.4. Но в отличие от прошлых торговых сессий и всей прошлой недели, поддержки евро эта статистика не оказала. Я допускаю, что это было связано с тем, что трейдеры наконец-таки стали понимать, что тащить евро сейчас выше уровней, на которых пара торговалась, это отметка 1.1130, 1.1150, крайне рискованно, потому что основание, оно крайне зыбкое для улучшения настроения в отношении этого актива. Системные риски, которые сейчас в буквальном смысле выпячиваются по факту новых новостей по Брекзиту, последствий, опять же, действий регуляторов, которые подпринимаются с этим, говорят о том, что мировая экономика начинает обороняться через дополнительные стимулы. И то, что давление на евро было вчера оказано, связано с серьезнейшим ослаблением фунта, который вот сегодня даже добрался до отметки 1.2795. То есть, с учетом последних нескольких торговых сессий, ослабление больше, чем на три фигуры. Серьезная понижательная динамика. Произошло это после того, как Банк Англии анонсировал новые меры экономического стимулирования. Мы ожидали, что вкупе их можно будет услышать по итогам следующего заседания. Но Банк Англии, я считаю, молодец, решил быть более проактивным и воспользовался, собственно, конференцией Карни, председателя Банка Англии, чтобы сообщить рынку о том, что они готовы поддерживать финансовую систему. Поскольку вслед за Англией может последовать Европейский Центральный Банк, это создает еще больше риска для европейской валюты, которая остается под давлением. И трейдеры понимают то, что ЕЦБ также может либо снизить процентные ставки, либо расширить программу количества смягчений. Ну, то есть, поддержать национальную экономику, простимулировать экономический рост посредством того инструментария, который имеется в арсенале ЕЦБ. Для национальной валюты еврозоны это, конечно же, серьезный фактор давления и риска. Об этом не нужно забывать, поэтому я предлагаю делать ставку на дальнейшее ослабление евро. И, в частности, сегодня очень важный день по содержанию экономического календаря в 21.00 по московскому времени будут публикованы протоколы. Если они поддержат доллар, соответственно, давление на евро усилится еще и со стороны американца. Ждем пробой поддержки 1.10. Фунт против американца сейчас торгуется на отметке 1.2904, но допускает то, что мы уходим даже еще выше. Это вполне нормальная реакция после того серьезного ослабления, которое мы видели. Собственно, по паре фунт-доллар. Сейчас у нас не просто многомесячные, многолетние минимумы. Это минимальные значения за последние 30 с небольшим лет. И даже с учетом таких котировок ослабление фунта еще не до конца реализовало свой потенциал. Вчера основной прессинг на британца пришелся после того, как Банк Англии анонсировал новый шаг экономической поддержки, снижение давления на показатели фондирования и поддержал ликвидность на внутреннем рынке. Произошло это посредством сокращения показателей нормативов достаточности резервирования для коммерческих банков или, как говорят еще, буфер капитала. Действовал этот показатель в процентном выражении на отметке 0,5% довольно длительный период времени. И сейчас он был скорректирован, собственно, с 0,5% до 0%. Продлится подобный механизм поддержки до как минимум июня 2017 года. И посредством него может высвободиться из резервов больше 6 миллиардов фунтов, которые поддержат рынок рейтования коммерческих банков. Разумеется, Центральный банк сейчас стимулирует коммерческие банки, помогает им снабжать дополнительной ликвидностью для того, чтобы потом коммерческие банки помогли национальной экономике. Поскольку, если все будет, как и должно быть в теории, если эти средства пойдут не на сохранение и не накопление собственных резервов, а на рынок для того, чтобы кредитовать население, это расширит кредитный рынок, это простимулирует потребительскую активность, что выступает также одним из определяющих факторов экономического роста. И, разумеется, Банк Англии, будучи регулятором, который обязан действовать в рамках своего мандата, прежде всего задумывается и, соответственно, контролирует показатели экономического роста. Это чуть ли не первоочередная задача. Сейчас дело дошло до Брекзита, и Банк Англии решил действовать превентивно, вот так, на опережение, посредством первого шага экономического стимулирования. Но я думаю, что вы все прекрасно понимаете, что за этим шагом может последовать еще более радикальный подход, предполагающий снижение процентной ставки. То есть, это, уверен, до конца лета мы услышим о том, что ставку могут скорректировать, либо на 0,5, либо на 0,25, а потом в следующий шаг чуть позже. Это серьезный стимул, серьезный шаг для поддержки национальной экономики. Для нее, конечно же, все будет хорошо, будем надеяться. А вот для валюты это причина серьезной девальвации, поэтому я снова призываю вас к тому, чтобы даже после того ослабления, которое мы уже видели, рассмотреть возможность дальнейшего ухода фунта ниже, в район ближайшей, следующей поддержки, мощной 1,25. И, судя по всему, фунт действительно может добраться до туда в самое ближайшее время. Еще один момент, который был связан с фундаментальным прессом на фунт, это статистика по индексу деловой активности в сфере услуг Англии. Вчера, учитывая то, что мы увидели цифру 52,3, это позволило нам сделать вывод о том, что индикатор находится на минимуме за последние 36 месяцев, то есть, точнее, 38 месяцев, больше, чем за три года. Сфера услуг – это 80%, может быть, даже больше всего экономического роста. И сфера услуг замкнула показатели деловой активности в строительном секторе и производстве такой же слабости, как и было по первым двум. Получается, что британской экономике даже без Брекзита не было ни на что надеяться по экономическому восстановлению, а сейчас будет только хуже. Поэтому я готовлюсь к тому, что этот год будет закрыться снижением на 0,5% как минимум, а в 2017 году британская экономика может потерять больше 2,5% экономического роста. Поэтому долгосрочные идеи могут даже претендовать на пробой пары фунт-доллар не только поддержки 1,25, но и, возможно, даже тестирование следующего уровня 1,20. Доллар японская иена 101.11 сейчас котировки пары. Видим то, что доллар находится под давлением. Причина, опять же, из-за повышенного спроса на защиту, из-за рисков, из-за паники, из-за нервозности, которая имела место быть в рамках вчерашней торговой сессии, японская валюта оказалась на коне, а вот доллар, к сожалению, стал числиться в составе аутсайдеров. Что касается, опять же, причин, которые могли стать фактором распродажа доллара, еще дополнительно, помимо общего отношения к риску, как я уже отметил, это динамика производственных заказов, индикатор просел и снизил, в какой-то мере, вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики до конца этого года. И, как следствие реакции на, собственно, панические настроения, мы вчера увидели еще основу снижения доходности американских трейджейс, поскольку спрос на них растет. В данном случае, по десятилеткам, эта доходность достигла исторического минимума 1,36. Но все равно, если сравнивать с немецкими бумагами, есть большее основание делать ставку на приток капитала именно в американские бумаги, поскольку немецкие уже торгуются на отрицательном значении. Доллар еще страдает также и от того выраженного спроса актива, который мы наблюдаем в отношении японца. Я думаю, что если настроение не удастся взять под контроль до конца этой недели, тогда USD и иена сможет уйти еще ниже. Но я даже не хочу думать об этом, поскольку совершенно очевидно, что даже текущие уровни уже должны быть таким относительным пороховым зарядом, для того, чтобы Банк Японии, ну хоть как-то в каком-то формате вмешался, ведь они нам уже неоднократно говорили, что серьезное укрепление иены, 100-101 иена за доллар, это серьезный, скажем, уровень, который создает массу проблем для национальных производителей. Но мы видим то, что пара может и оказаться ниже 101 иены за доллар, и при этом Банк Японии пока не проявляет никакую решительность. Я надеюсь, что это изменится до парламентских выборов, которые вот состоятся до конца этого месяца. Сегодня из важных событий, которые обязательно нужно иметь в виду, протоколы, которые будут опубликованы в 21.00 по московскому времени, я все-таки не оставляю надежды на то, что мы услышим комментарии, либо поймем, что в рамках ФРС все-таки допускается возможность повышения ставок до конца этого, соответственно, года. И нам не нужно железобетонное обещание, нам не нужна конкретика по поводу того, вот в декабре мы пойдем на разгон какосочных ставок. Нам нужен просто намек на то, что этот вопрос еще остается на повестке обсуждений, и ФРС может принять данное решение, соответственно, в предстоящие месяцы. Если эти комментарии будут сделаны для доллара, который и так уже очень много потерял, конечно же, этот фундамент станет неплохой поддержкой. Поэтому сегодня я также рассматриваю возможность больше покупок и движения пары снова как минимум в район 102 иен против доллара. Еще хотел отметить пару USDCAD, поскольку мы снова торгуемся выше отметки 1.30, спасибо здесь в плане слабости канадца, нужно сказать, ослаблению нефти. На этот фундамент мы с вами делали ставку, дождались хорошо. Соответственно, ждем теперь следующее сопротивление, которое находится на отметке 1.32. Из важных отчетов сегодняшней торговой сессии стоит отметить, буквально через 14 минут начнется выступление председателя Европейского центрального банка Марио Драги. Если каким-то чудом он проронит слово о готовности действовать через экономические стимулы, тогда пара евро-доллар очень быстро окажется ниже отметки 1.10 и пойдет на уровень 1.09. Поэтому массу сейчас, максимум внимания, буквально совсем скоро в 10.00 по московскому времени начнется его конференция. В 17.00 сфера услуг Соединенных Штатов Америки посмотрим за деловой активностью, за отчетом перед рынком труда и поищем там поддержку для нашей позиции по поводу роста доллара. И в 21.00 протоколы ФРС США здесь ждем намеки на готовность ФРС действовать и также ждем поддержки для американца и для нашей длинной идеи по паре USD и Йена. Собственно, на этом все. Кодовое слово на сегодня чуть было не забыл. Протокол. Величина бонуса 12%. Действует он до следующего брифинга, то есть до завтрашнего утра. Не забывайте заходить на наш специальный канал на YouTube, подписываться на него, комментировать видео, оставлять вопросы и, безусловно, ставить лайк. На этом все. Хорошей и удачной вам торговой сессии попутного тренда. Увидимся, соответственно, в ходе завтрашнего брифинга. Спасибо. Всего доброго. До свидания.